Добрый вечер! В эфире Вести Карачева Черкесия. Были награждены Дмитрий Глебов, Артур Джужуев, Аубикир Чочаев, Асмат Попшуов, Аслан Бекиров. Кроме того, медалью за воинскую доблесть второй степени посмертно награжден Радик Курбанов. Благодарность за ваших детей, сыновей, мужей, отцов, за то, что вы их воспитали такими, и за то, что они не подвели вас и не подводят, находясь там, уничтожая фашизм в зародыши. Честь вам и хвала, низко кланяюсь, передаю огромнейший привет от председателя Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Всем огромное человеческое спасибо от нее и огромное уважение. Ваши родные, наши земляки, в прохождении совершили воинское долгство, выполнили честное достоинство. Для нас они настоящие герои. Конечно, словами не верю дать ту утрату, которую потеряли брата, отца, сына. Но мы никогда не забудем то, что они сделали для нашей Родины, а ненавистственно останутся в памяти, и память у них будет сохранена. Члены Совета Федерации посетили самый динамично развивающийся микрорайон республиканской столицы Северный. Сенаторы оценили строительство жилой, коммунальной и социальной инфраструктуры микрорайона, в том числе школы на 850 мест. Всего будет возведено более 40 многоквартирных домов с повышенной сейсмоустойчивостью, термо- и звукоизоляцией. Сегодня в микрорайоне уже живут сотни семей, активно продолжается строительство других объектов. Члены Совета Федерации отметили, что готовы всячески поддерживать развитие подобных объектов. Потенциал этого микрорайона – это 1,2 миллиона квадратных метров жилья современного, комфортного, с увеличенными площадями. Вы сегодня можете наблюдать, что тут люди живут, очень довольны этим обстоятельством. Ну, учитывая, что люди сюда переезжали с домов, которые уже отслужили свой срок эксплуатации, сегодня у нас на этом микрорайоне две школы уже введено и два садика. Школа у нас на 850 мест, одна и вторая на 650 мест. Соответственно, садики 250 и 150 мест. То есть людям уже есть куда везти детей. Плюс большое счет, что здесь современная коммунальная инфраструктура, которая прослужит еще порядка 50 лет. Поэтому в ближайшее время людям об этом заботиться не придется. Делегация Совета Федерации во главе с Александром Двойных посетила сады Карачева-Черкесии и агропромышленный комплекс в Прельбрусье в Адыгихабльском районе. В ходе рабочего визита они ознакомились с интенсивным садоводством, технологиями разведения плодовых деревьев и выращивания фруктов. На сегодняшний день в рамках ведомственной целевой программы развития садоводства в Карачева-Черкесии оказана поддержка 11 сельскохозяйственным потребительским и перерабатывающим кооперативам, в составе которых 315 личных подворий. Прекрасное предприятие с высокими технологиями, с хорошими стандартами, логически чистая продукция. И задача сегодня одна. Только тиражировать такие проекты, особенно в Карачаево-Черкесии, потому что здесь климатические условия, уже компетенции позволяют таких проектов больше. Мы договорились о том, что будем поддерживать на федеральном уровне именно строительство овощей и плодохранилищ. Это крайне важно. Во-вторых, обсудили, как раз эта информация не только у нас есть, но и от производителей, что есть некая недобросовестная конкуренция, в том числе с производителями из недружных для нас стран. Поэтому мы сейчас с Россельхознадзором вернем, скажем так, справедливые подходы к конкуренции, для того, чтобы наши производители себя на отечественных прилавках чувствовали комфортно. Им не приходилось с польским яблоком конкурировать, с яблоком непонятного качества и непонятной системой доставки. Поэтому здесь хочу пожелать успехов таким командам, потому что и оборудование современное, и культура производства очень высокая. И самое главное, что на такую продукцию в стране крайне высокий спрос. В ходе рабочей поездки делегация Совета Федерации побывала и в социальном пансионате «Гармония». Председатель комитета по социальной политике Инна Светенко ознакомилась с условиями проживания и оценила творческие достижения жильцов социального учреждения. Подробности у Али Баташева. На балкон выходите? Да. Смотрите, что там расцвело, да? Да. Очень хорошо. Нравится вам? Здравствуйте. Условия проживания, питания, качества, оказываемые медицинской помощи. Первое, на что обратила внимание, председатель Совета Федерации по социальной политике Инна Светенко. Сейчас в социальном пансионате «Гармония» проживают 78 человек. Комнаты рассчитаны для двух человек. Есть все необходимое, говорят жильцы. Здание все хорошее, все новое. Условия как? Условия прекрасные. Видите же, мы как живем. Так что у нас не только комната, у нас и балкон еще оборудован, и хороший. Людей в белых халатах в социальном учреждении можно встретить практически везде. Есть физиотерапевтический кабинет, где специалисты быстро окажут первую медицинскую помощь. У нас на каждом этаже медицинский блок, который круглосуточно работает. То есть у нас жильцы находятся под контролем медицинского персонала. Мы, конечно, оказываем первичную медицинскую помощь, но все-таки мы имеем связь с медицинскими учреждениями. При необходимости мы записываем к узким специалистам, вывозим наших жильцов в больницу, в поликлинику. Там им делают назначение, и дальше уже потом они пролечиваются. Новый корпус пансионата был сдан в эксплуатацию в августе прошлого года. После заселения Валентин Гульманов сочинил песню о новом доме. Он исполнил ее на концерте. Концерт не обошелся и без кавказской лесгинки, которую с удовольствием танцевали все желающие. Кроме комфортных условий проживания и медицинского обслуживания, члены делегации высоко отметили творческие достижения, оптимизм и гостеприимство жильцов пансионата. Каждый постоялец очень хотел, чтобы зашли именно в его комнату и показать, как он проживает. Поэтому, конечно, здесь особая атмосфера, особая аура, особое отношение тех людей, которые работают. И я очень рада, что люди старшего поколения, с одной стороны, очень заняты, и с другой стороны, это сильно продлевает продолжительность жизни. В завершении встречи жильцам пансионата пожелали крепкого здоровья и активного долголетия. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Владимир Путин утвердил 40 членов Общественной палаты России нового состава по президентской квоте. В список президента вновь вошел заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента Рифат Сабитов. В действующем составе Общественной палаты он возглавляет комиссию по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Мы приложим все усилия для донесения объективной и правдивой информации, обеспечения доверия к российским СМИ, их высокого профессионального уровня и ответственной работы. Безусловно, продолжим работу по формированию информационного суверенитета, выработке и реализации механизмов защиты от внешних угроз, фейков, намеренной дискредитации, лжи, призванной посеять страх и недоверие, расколоть общество. Нам важно поддерживать взаимодействие медиа и общественных структур, как механизмов контроля, выявления и решения острых социальных проблем, отметил Рифат Сабитов. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Температура ночью плюс два, плюс семь, в горах минус три, плюс два, а днем до плюс тринадцати, местами два, семь, выше нуля. В Черкесске ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, ветер северо-западный, шесть, одиннадцать метров в секунду. Температура ночью плюс четыре, плюс шесть, а днем десять, двенадцать градусов тепла. В Кисловодском цирке с одиннадцатого марта шоу «Звездный круиз». Окунитесь в мир космических приключений на борту звездного лайнера «Ноль плюс». Хирургия катаракты. Любой сложности в клинике глазной хирургии доктора Крылова «Окулюсарт». Доваторцев 39А. 43-73-87. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Сегодня во Всемирный день здоровья в Черкесске прошла зарядка со звездой. На манеже республиканского стадиона «Нарт» утреннюю разминку для студентов образовательных учреждений провел заслуженный мастер спорта Ноурус Тимрезов. За тренировкой наблюдал корреспондент Артур Мхце. Именитый в прошлом борец Вольник Ноурус Тимрезов не менее трех десятков лет живет в подобном ритме. Утренняя разминка перед тренировками или важными делами помогает ему всегда оставаться собранным, готовым к вызовам каждого дня. Каждый день ощущаешь вот этот прилив энергии, сил, здоровья. И сегодня у нас особенный день, день здоровья. И хочется показать на примере всем, что необходимо делать утреннюю зарядку и что оно благополучно влияет на ваше здоровье. Сегодня мы решили, команда молодежки Народного фронта совместно с Минспортом организовать такой хороший праздник, день здоровья. Этот день посвящается нашему здоровью, крепкому духу. Мы забрали ребят с учебного заведения и решили провести для них зарядку с тренером. Но сперва для нескольких десятков молодых людей на беговых дорожках стадиона «Нарт» прошла увлекательная разминка. Некоторые из ребят показали сверстникам, что тоже дружат со спортом. Чуть-чуть одну ногу вперед и на пяточку. Теперь ты приседаешь до конца и встаешь на одной ноге. Да-да-да, давай. Ты можешь вести пятку по полу. Давай по покрытию. Есть. Теперь другой. Супер. Надо всегда поддерживать свое состояние, формы, заниматься спортом. Затем полноценную тренировку для юношей и девушек провел обладатель многих спортивных наград наурустимрезов, объясняя подопечным, чему необходимо уделять больше внимания. Возможно, уже после этого занятия с профессиональным спортсменом на главной спортивной арене Карачао-Черкесии для кого-то из этих молодых людей кардинально изменится отношение к физической культуре. И они захотят посвящать больше времени полезному делу. Ведь, как говорится, в здоровом теле – здоровый дух. Артур Махцер, Расул Бердиев, Вести, Карачао-Черкесия. Всемирный праздник спорта и здоровья, утвержденный с 1948 года, прошел сегодня и в школе села Счастливое Прикубанского района. Алла Качиева подробнее. Укрепление здоровья и закаливание детей занимается физическая культура и спорта. Здесь, в Счастливинской средней школе, это уже традиция. Важно пропагандировать здоровый образ жизни, здоровое питание и движение. Особенно этот вопрос актуален на сегодняшний день, потому что у большинства очень сильная работа и очень много уроков. И детей надо приучать к занятиям спорта. Без здоровья нет морального благополучия и нравственного благополучия. Как говорили великие, в теле должно быть все прекрасно. Здоровый образ жизни влияет на успеваемость. Со школьной скамьи нужно развивать и физические качества детей. Силу, ловкость, выносливость, быстроту. У них формируются не только мышечно-двигательные навыки, правильная осанка, но и отношение к жизни. В школе сила Счастливая – 208 детей. Они очень любят спорт и все свое свободное время проводят здесь, на стадионе. Я сама приверженец спорта. Я очень люблю наблюдать спортивные соревнования. По молодости сама активно занималась спортом, участвовала в соревнованиях и по волейболу, и по баскетболу. Являюсь очень страстной болельщицей. К нашей великой радости у нас нет детей, которые курят. У нас нет детей, у которых есть вредные привычки. Это благодаря спорту, я думаю. Счастливецы от того и счастливы. Сегодня школьники с удовольствием присоединились ко всероссийскому флешмобу и в очередной раз продемонстрировали свои спортивные навыки в различных эстафетах, таких как перепись населения, сороконожка, не болей, в магазин за продуктами, книжные гонки, пальцы веером, закинь ведро, достань ключ. Нравится то, что все бегают, играют, веселятся. Да, он очень хороший, мы весь день проводим на свежем воздухе. День здоровья уже был с давних времен, все его отмечают, все в этот день веселятся, проводят соревнования, и тут очень весело. Участники команд получили заслуженные награды и массу положительных эмоций. Алла Качиева, Мухаммед Ашебоков, Вести Карачева, Черкесия, Прикубанский район. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите музыкальное шоу «Моя мелодия». Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова